Начался дождик, капает, ну мало ли, а вдруг разыграется. Решила показать вам еще мою красавицу гортензию крупнолистную. Посмотрите, какая красота. Глаз не оторвешь. Видео так не передает. Невозможно передать. Смотрите, она, видите, почти лежит на земле. Я ее не подвязывала. Такое роскошное цветение. Прохожу мимо и говорю, ты моя красавушка. Правда, красавушка. Смотрите, какая красивая серединка. Не знаю, резкость возьмет. Бусинки, бусинки. И здесь бусинки. А здесь красотка. Вот прям голубая. Голубая, голубая. Эти еще не раскрылись. То есть не показали свой цвет. А вот какой двойной прям цвет. Размер у нее очень большой. И она такая приземистая получилась. Чем она хороша? Мы ее на кольцо не одевали. То есть она не в кольце. Нет у нее такого держателя. И она лежит как хочет в свободном полете. Спросите, чем удобряю, подкисляю. Ничем. Ну, ничем это значит не покупаю ничего. Яблоки настаиваю. То есть делаю такой квас. Яблоки сейчас падают. Я их режу на 4 части, чтобы быстрее квашение происходило. Заливаю водой ведро. То есть сложила где-то пол ведра яблок. Заливала водой. Стоит 2-3 дня. Начнет такое как бы играть. Квашение. То есть я и сразу отсаживаю. И поливаю. Еще я поливаю раз в 2 недели, может даже в 3 недели водой с уксусом. На 10 литров воды добавляю 1-2 столовые ложки уксуса. И поливаю. Хотя это не как подкисление идет, а как больше удобрения. Дает возможность раскрыться растению. Чтобы растению были доступны все микроэлементы, которые в земле. Но вот это, смотрите, эта гортензия получает все те же удобрения. Она получает все то же самое, абсолютно. А она не показывает голубых цветов. От слова совсем. Видите, вся розовая. А так вот, давайте отойду, покажу. Это перед домиком куст. Она вся розовая. Она вся розовая. А так вот, давайте отойду. меня просили рассказать что любит мискантус мискантус здесь растет на солнце практически не поливаю мискантус я не поливаю не удобряю но иногда вот когда засуха то мы можем положить шланг просто для всех растений здесь воду любит анимона японская любит воду потом шалфей у меня был с бутонами это я говорю что я поливала когда была засуха уже недели две вот у нас сухо а то даже может и больше недели две точно сухо но мы ни разу эту вот ни разу цветник этот не поливали шалфей лекарственный отцвел как бы бутонов там уже нет нечему цвести поэтому поливать грудбекия потерпит рудбекия грудбекию от слова никогда не поливаю и в данный момент мы даже шланг не ложили вот мискантус живет без полива без определенного полива без точечного даже полива пенесетум тоже вниманием обходим очиток видный он тоже засухоустойчивый ну а лилийники тоже можно не поливать польете они вам только скажут спасибо и то же самое лихний скорончатый тоже лихний скорончатый это самосейка то есть бегает по участку в этом году у меня здесь растет а цветет я его просто вынимаю с корнем он сеется в другом месте то есть в этой грядке в этом цветнике у меня засухоустойчивое растение ну да как выживают так и выживают единственное что любит полив это вероника она уже цвела нужно будет и обрезать мы вернемся к мискантусу сегодня 7 июля вот такой мискантус это старое растение я его уже я его не могу выкопать делить не могу а лопатой мы отрезаем то есть с трудом но отрезаем и сейчас я вам покажу в каком месте еще растет мискантус и там немножко меньше солнца но там маленький росточек был сейчас пойдем вон туда вон туда пойдем к стоянке здесь у меня деленочка отрезали от основного куста лопатой лопата и по моему даже при помощи топора то есть вот так очень тяжело делится слова правда очень но третий год уже наращивает вот такой кустик уже на рус но здесь полутень здесь закрывает накрывает солнце основное южное закрывает донешта а потом здесь вот яблонька вам покажу ствол где вот ствол и этот цветник можно сказать под яблоней это зимняя яблонька а там дальше толстая вот большое я большая планета донешта то есть здесь закрывает его и может быть поэтому он слабенько растет внутри года за три года вот так вырос и ниже ростом в этом году деленочку посадили смотрите в горшке деленочка тоже отрезали лопатой вот такая смотрите зеленочка небольшая вот так себя ведет горшки я уже говорила если вы не знаете куда посадить посадите в горшок но мы даже не прикапывали его я конечно же его поливаю хорошо в горшке какое бы засухоустойчивое растение не было поливать нужно то что я говорю если я говорю растение не требует полива это имеется ввиду в грунте горшок это одно а в грунте это совсем другое вон там мой мискантус видите это он еще низенький он будет до двух с половиной метров том году высокий высокий был я не замечала чтобы он стрелял это мискантус зебринос давайте с этой стороны подойдем это мискантус зебринос я не замечала чтобы он стрелял но у меня он уже шесть лет даже наверное семь ну шесть точно купила маленькую деленочку и вот такой красавчик у меня вот такое мощное растение выросло за столько лет до шесть лет не замечала чтобы он стрелял разрастается только наращивает объем цветет не всегда не каждый год цветет не цветет но растение само по себе очень красивые выигрывает за счет расцветки выигрывает за счет в стакан с водой и я поставила 26 февраля 2024 год эти ветки в воду или 24 мая и вот такие корешки но это последние уже две первые веточки которые дали корни я уже посадила посадила я 25 апреля уже увезла на дачу потом вам покажу в этом же видео я вам покажу было три веточки одну веточку я выломала и черенковала просто в землю то есть как тепличку делала как парничок делала то есть укоренила я деревянную ветку укореняла плюс снимала вот такой стебелек с листиками и укореняла в грунте уже я тоже покажу сейчас сегодня 24 мая то есть месяц спустя эта ветка дала корень то есть месяц спустя от остальных веток от первых веток вот эта веточка дала корешки от деревянной веточки я эти череночки сняла и укоренила укореняю прозрачные стаканы вот эти черенки я сняла с древесных веточек то есть то что выросло на ветках деревянных и посадила прозрачные стаканы они конечно же были там всего было два-три листика не больше это уже выросло в стаканчиках и почему почему прозрачный стакан лучше сажать смотрите я тогда могу проследить есть ли корешки вот видите вот вот корешочек не знаю видно вам вот корешки и тогда я уже сняла у меня сначала я накрывала это обычные стаканчики от сметаны от чего там еще вот так крышечкой накрывала на сейчас уже нельзя потому что они уже в начале рост свой то есть вот так можно сказать вот так было даже меньше листиков было было два листика всего два-три листика было посмотрите такая была тепличка теперь я уже конечно сняла потому что во всех и во всех стаканчиках есть корешки и я не убираю со стакана потому что удобно поливать маленький стаканчик с отверстиями а здесь отверстия мне удобно поливать вода не вытекает теперь эти стаканчики поедут уже на дачу эти черенки на укоренение я оставила то есть я сажала в землю 12 апреля и спустя примерно две недели можно уже смотреть нет ли корешочков у меня первый корешочек ну первый стаканчик дал корешочки 9 мая вот они моих гортензии которые я укореняла весной смотрите они получились на ножке потому что я укореняла веточки можно потом весной на следующую весну можно оставить на ножке а можно просто обрезать ниже тоже будет нормально а это смотрите а это вот я вам показывала укореняла череночек то есть веточку снимала вот я покажу допустим вот здесь вот одна осталась а рядышком было еще рядышком была еще веточка я ее сняла и укоренила и вот покажу вам видите корешки смотрите какие уже корни уже можно пересаживать в горшок побольше вот вот корневая система вот это все корешочки пересаживать нужно уже можно и нужно верхушку я не прищипываю не здесь не здесь вот такие вот гортензии укорененные древесные веточки которую я срезала я же срезала весной даже феврале срезала были в голые ветки они дали веточки я веточку сняла я уже говорила и уже черенковала как бы делала такой парничок и такие и такие укореняются два способа укоренения это гортензия давала в воде давала воде корни а это грунте вот эта гортензия мною выращена из черенка позапрошлом году укореняла прошлом году прошлым летом она у меня росла уже в горшке на подращивание осенью я высадила в грунт в этом году пока цветов не вижу пойдемте в другой цветник вон туда вот туда к стоянке там тоже есть прайс мэрбах проходим мою гипсофилу остановились посмотрели идем дальше вот смотрите тоже вот кустик кустик веточка 1 веточка 2 веточка 3 но цветочных веток я пока вижу только одну вот она одна может где-то потерялась пока одна веток много в этом году веточек много но цветочных нет вот цветочная ветка только одна но кустик неплохой просто рядом растет анимона японская и немного в одном цвете и забивает да не так видно но все равно куст хорошо развивается фразь мыльба тоже позапрошлом году укоренила в прошлом летом она наращивала массу и осенью высадилась сюда в грунт в открытый грунт цветочки мои и лилейник покажу лилейник здесь тоже кустик лилейника очень много цветочков смотрите он попозже цветет вот такой цвет сегодня копаем чеснок и хочу показать вам смотрите вот здесь я посадку делала чеснока и в том году осенью очень много мульчировала смотрите ничего не осталось очень много листья вложила сюда и пожалуйста ничего не осталось вот этот чеснок вырос без моего участия я его только осенью посадила и все и больше к нему я не подходила мы замульчировали осенью его листом до верха почти был лист есть видео на котором я показываю как я сажала чеснок удобрения здесь не купленные здесь только зола и компост то есть чеснок совершенно бесплатный будем говорить без вложений и без без трудозатрат трудозатраты были только при посадке то есть я посадила и забыла это правда не полола весной не ни разу единственное что поливала немножко когда была засуха сорняки пошли но это уже под конец видите сорняки есть но совсем чуть-чуть вот я вам показываю листья перегнили полностью в труху перешли и давайте посмотрим что мы здесь копаем земля сухая потому что мы не поливали так как собирались выкапывать а при выкапке лучше не поливать потому что плохо хранится вот смотрите какая головка неплохая вот на фоне руки если судить то то что я ничего не делала с ним ни копейки не потратила и ни одной ничего трудозатрат никаких то есть не материальных не физических трудозатрат то я думаю что чеснок хороший смотрите какие головки вот ну все копаем дальше удобрения не грамма и трудозатрат тоже никаких только посадка и выкопка все ну еще вот один я на руке покажу хорошая головка хороший хороший чеснок без затрат как я говорю без материальных затрат и без физических еще зеленый чесноком ничего не не делаю сейчас положу в тень и пусть подсыхает